Друзья, привет! Вы на канале InvestFuture, с вами Кира Юхтенко, и сегодня мы с вами поговорим о Стивене Коэне. Если вы смотрели сериал «Миллиарды», вам будет интересно узнать, что Стивен Коэн – это реальный прототип главного героя Бобби Аксельрода. Ну а если вы не смотрели, то просто послушайте историю легендарного трейдера, влиятельного человека на Wall Street по версии Business Week, даже самого влиятельного. Его часто называют сверхъестественным трейдером за умение предсказывать рыночные колебания. Ну, кстати, в реальной жизни Коэна, как и в сериале «Миллиарды», не обошлось без конфликтов с законом. Так что у нас с вами сегодня такая не совсем книжная рубрика, можно называть ее, не знаю, сериальная рубрика, если хотите. Но сериал «Миллиарды» действительно классный, и он стоит того, чтобы познакомиться с прототипом главного героя. Друзья, я коротко напоминаю про наш прекрасный комикс «Аня и Макс. Первая зарплата». Его можно заказать на Озоне, а еще недавно он появился также и на Wildberries. Ссылки есть все в описании. Так что, если хотите, чтобы ваши дети прокачивались в управлении финансами, надеюсь, что наши комиксы в этом станут хорошей подмогой. Ну, давайте посмотрим на биографию Коэна. Коэна довольно-таки любопытна. Родился он на острове Лонг-Айленд в штате Нью-Йорк в 1957 году. Родители довольно обычные. Отец – производитель одежды, мать – преподаватель музыки. Многодетная семья. Коэн был третьим из семи братьев и сестер. Он довольно рано стал погружаться в мир финансов. Уже в старшей школе он полюбил покер, часто делал ставки на деньги в турнирах. И, как он сам говорит, цитата, «благодаря покеру я научился принимать на себя риски». Потом он пошел изучать экономику в Университет Пенсильвании. И там он вступил в братство Зета-Бета-Тау, где выполнял роль казначея. Свой первый счет Коэн открыл, когда был еще студентом. Для этого он взял деньги, которые родители отложили на его учебу. И в разных версиях биографии называются, на самом деле, разные суммы. То ли 1 тысяча долларов, то ли 7 тысяч. Но, чтобы участвовать в торгах, он бегал в ближайший банк на переменки. Вот такой ранний опыт, и, что еще важнее, хорошие показатели торговли. Это все помогло ему найти работу сразу после окончания учебы. Стивен стал младшим трейдером в Gruntel & Co в 78-м году. Карьера началась вот прям блестяще. В первый же день работы он получил прибыль в 8 тысяч долларов, а потом стал приносить компанию уже по 100 тысяч долларов в день. К 27 годам управлял портфелем на 75 миллионов долларов, руководил шестью трейдерами и потом командовал своей торговой группой в Gruntel. Ему еще не было даже 30, а он уже зарабатывал 5-10 миллионов долларов в год. Все бы хорошо, но такая высокая успешность молодого трейдера, конечно, настораживала. Вот американская комиссия по ценным бумагам и биржам СЕК заподозрила, что Коэн использовал Insight в декабре 85-го года. Тогда он сделал ставку на слияние компании еще до того, как о нем объявили официально. На допросе Коэн отказался давать показания и сослался на право не свидетельствовать против себя. В 92-м году Коэн основал свою компанию SAC Capital Advisors. Название произошло от его инициалов – Стивен А. Коэн. То же самое, кстати, в сериале наименовании AX Capital основано на фамилии Аксель Рода. Ну а коллеги и друзья часто обращались к нему по прозвищу Акс. Коэн был недоволен, что на прошлом рабочем месте ему давали управлять 50 миллионами долларов в год. Ему хотелось большего. И в итоге он вложил в свою компанию 10 миллионов долларов своих денег и 13 миллионов денег вкладчиков. Можно было бы привлечь больше, но управляющий запросил довольно высокую по тем временам маржу. Но это того стоило. За год Коэн принес клиентам прибыль 17% годовых. Более того, компания выстояла в кризис 1998 года. Инвесторы получили почти 50% годовых. И в итоге комиссия за управление в его компании выросла до 50% от прибыли клиентов. Это прям много. Остальные фонды в это время работали всего за 20%. В 1999 году активы фонда добрались до 1 миллиарда долларов. Прибыль почти 70%. В 2000 он заработал для клиентов уже более 70% прибыли. Казалось бы, куда еще расти? Но уже в это время Коэн, почувствовав изменение рынка, начинает переходить от быстрых сделок к более долгосрочным. Ну, наверняка вам было бы интересно узнать, как выглядело рабочее место такого успешного трейдера и какой у него был график. Но давайте посмотрим, какая информация есть. Перед Коэном стояло целых 8 мониторов. И чтобы общаться с трейдерами, он установил видеокамеру и направил ее на себя. Звонки телефонов поступали так часто, что он заменил их мигающими сигналами. Нередко Коэн проводил сделки самостоятельно. И это приносило компании более 15% дохода, кстати. Каждый воскресный вечер Коэн обсуждал по телефону с менеджерами компании план на будущую неделю. Ну, кстати, как и в сериале, его лучшие трейдеры получали вознаграждение в миллионы долларов. Еще одно сходство с миллиардами, кстати. В офисе компании Коэна также работал бизнес-психолог, который помогал трейдерам держать правильный настрой и ритм для самых лучших результатов. Но интересно, что в 2007 году Коэн смог предсказать ипотечный кризис и в середине года вывел все деньги из рисковых активов. Но даже он ошибся с масштабом, так что доходность портфеля компании снизилась на 19%. Итого 2008-й стал первым в карьере Коэна, когда он зафиксировал убытки. Но потом дела снова наладились. Со временем Коэн делегировал часть дел и стал больше времени посвящать своим хобби. При этом и в жизни Коэна, миллиардера с гигантскими заработками, не было все безоблачно. Ну, например, ему пришлось довольно много судиться за свою карьеру. Высокие заработки фонда в 2000 году привлекли внимание регулятора и череда расследований закончилась только лишь через 6 лет, когда обвинения были все-таки сняты. В это же время, вот в 2009 году, на Стивена подала в суд экс-супруга. Их брак длился с 1979 по 1990 годы, и она обвиняла бывшего мужа в рэкете инсайдерской торговли, а еще в сокрытии 5,5 миллионов долларов во время действия соглашения о раздельном проживании перед разводом. Вот это все происходило на фоне расследования инсайдерской торговли. Оно, кстати, привело к аресту Майкла Стейнберга, одного из ближайших доверенных лиц Коэна в его компании. Там другого менеджера приговорили к дивизи годам тюрьмы. Самому Коэну повезло, ему предъявили обвинение лишь в ненадлежащем надзоре за трейдерами. То есть, ну, условно было скинуто все на исполнителей. Дело прекратили в 2013 году, но компания заплатила штраф 616 миллионов долларов на минуточку. Но следствие не прекращалось и после этого, и в итоге компания Коэна признала себя виновной все-таки в инсайдерской торговле. По мировому соглашению ей запретили управлять капиталом внешних инвесторов и оштрафовали на 1,8 миллиардов долларов. При этом Стивен Коэн заплатил штраф из своих собственных доходов и избежал в итоге уголовного наказания, хотя риски были довольно реальны. Несколько лет спустя свидетель обвинения по делу, доктор Гиллман в статье для The New Yorker писал, что конечной целью расследования был именно глава компании. Заколовок текста говорящий. Когда федералы пошли за легендой хедж-фонда Стивеном Коэном. Соглашение с СЕК запрещало Коэну управлять внешними деньгами до 2018 года. И здесь опять же мы видим, конечно, параллели с знаменитым сериалом. В 2014 году все активы трейдера были переданы в фонд, закрытый такой семейный офис, который преимущественно занимался венчурными инвестициями. Когда в 2018 году наконец истек запрет, фонд снова начал привлекать инвестиции. И на середину 2021 года вот этот Point72, эта компания управляла активами на сумму примерно 118 млрд долларов. По данным Forbes, сегодня состояние Коэна оценивается в 18,5 млрд. Коэн не любит говорить о личной жизни, но благодаря крупным сделкам мы знаем о его хобби. В 2012 он купил 8% доли в бейсбольной команде New York Mets, в 2020 купил контрольный пакет ее акций и, кстати, даже вел в Твиттере переписку с фанатами о том, как сделать игру команды лучше. Коэн активно жертвует на благотворительность. В общей сложности сумма таких пожертвований уже достигла 715 млн долларов. Это фонды здравоохранения, образования, культуры. Например, фонд Коэна финансирует изучение посттравматического стресса и черепно-мозговых травм. С 2016 года началось создание сети центров психологического здоровья для ветеранов и для их семей. Коллекция произведений искусства Коэна стоит около миллиарда долларов. Он начинал с импрессионистов, потом увлекся современным искусством и, в общем-то, кажется, является ценителем. Забавная история случилась в 2006. Коэн договорился купить картину Пикассо «Сон» у магната казино Стива Винна за 139 млн долларов. Но за пару дней до сделки страдающий плохим зрением продавец проткнул полотно локтем, показывая ее знакомым. Сделку отменили, переговоры возобновили несколько лет спустя и в 2012 году Коэн купил все-таки это произведение за 150 млн долларов. Ну, а что же у трейдера с личной жизнью? Ну, про первую жену немножко я уже говорила. От брака с ней у Коэна двое детей, пара развелась в 90-м и были такие очень некрасивые, громкие разборки. Потом, год спустя, он познакомился с Александрой Гарсией. У нее был тоже ребенок от первого брака. И с ней он жил в Гринвиче, пока дети были маленькие. Они воспитывались семерых. В браке родилось четверо, плюс двое детей Стивена и ребенок Александра. Ровно столько же детей, сколько и у родителей Коэна получилось и у него самого. То есть и на этом поприще он, ну, наверное, можно сказать, что преуспел. Ну что, друзья, мы сегодня узнали много интересного про трейдера Стивена Коэна. Мы видим, что у него правда необычная судьба. И неудивительно, что его история вдохновила авторов сериала «Миллиарды». Но в реальной жизни и в постановке достаточно много, на самом деле, отличий и такие радикально разные финалы. Ну, например, Коэн продолжил работу на фондовом рынке после снятия запрета. А Бобби Аксельрот, внимание, сейчас будет спойлер для тех, кто еще не смотрел, в конце пятого сезона сбежал с крупной суммой, чтобы уйти от уголовного преследования в Нью-Йорке. Причиной такого поворота стало желание актера Дэмиана Льюиса покинуть проект. На самом деле он объяснил уход судьбой своего персонажа. В реальной жизни в этот момент он потерял просто супругу. Друзья, пишите, смотрели вы сериал или нет, а также вдохновил ли вас пример Коэна или, может быть, его экранного воплощения Бобби Аксельрота. Ну, а если не смотрели, правда, рекомендую посмотреть, получите большое удовольствие. Друзья, я бы с удовольствием что-нибудь разыграла, но разыграть нечего, к сожалению. Поэтому просто пишите комментарии, ставьте лайки под видео. Ну, а сейчас я подведу итоги нашего прошлого книжного конкурса. Мы на прошлой неделе разбирали книгу Даррела Хаффа. Она называется «Как лгать при помощи статистики». И, друзья, победителем становится на сегодня девушка. Ее зовут Анастасия Жук. Анастасию мы поздравляем. Анастасия, напишите, пожалуйста, нам на почту info.investfuture.ru, чтобы мы смогли взять ваши реквизиты и подготовить книгу к отправке. Вот так, друзья, обзор на книгу Даррела Хаффа про статистику тоже обязательно посмотрите. Тема интересная, актуальная в наши дни довольно сильно. Ссылочку в описании я тоже оставлю. Ну что ж, друзья, сегодня на этом у меня, пожалуй, все. С вами была Кира Юхтенко и команда InvestFuture. Спасибо за внимание и всем пока. Берегите себя, свои деньги и свои нервы. И будьте очень осторожны с трейдингом. Лучше все-таки им не заниматься, если вы не Стивен Коэн.